Привет всем. В общем-то последнюю неделю весь интернет видит, что игра достаточно славна на DRTX-12, но меня больше заинтересовало, что сообщается о проблемах и на DRTX-11, из-за чего, как я понимаю, советуют откатывать обновления полностью. Собственно, подождав некоторое время, дабы разработчики смогли внести необходимые изменения, решил немного сравнить производительность, чтобы определить для себя, насколько сейчас худший момент для старта, если я никогда не играл в неё до этого. Естественно, в рамках моей операционной системы, то есть на линуксе. Никакого разбора права к балансу и прочего здесь не будет, только личное мнение сугубо о DRTX-11 режиме. Собственно, поскольку бенчмарка в этой игре нет, я немного побегал и хотел поделиться сложившимися впечатлениями от этого обновления. Из главного стоит отметить, что поддержку отрисовки на вулкан, как уже можно было догадаться, не добавили. Да и играть через VKD 3D Proton не имеет смысла, по крайней мере до тех пор, пока... Но вы знаете, не будет добавлена должная поддержка этого самого DRTX-12. Статтеры от подготовки шейдеров при холодном старте тоже по-прежнему никуда не делись. Одним словом, никаких намерений со стороны разработчиков по движению в сторону поддержки Steam Deck пока замечено не было. Для DRTX-11 режима вроде как не было заявлено повышение системных требований, однако я выставил максимальные пресеты с одинаковым названием, и заметно, что игра стала потреблять больше ресурсов в CPU и памяти. Если момент с памятью еще вполне логично объясняется теми самыми новыми текстурами, то вот почему местами игра потребляет заметно больше ресурсов в CPU, и почему это все в конце концов не вынесено в новый пресет, для меня выглядит странно. Интересно, как вырастет потребление ресурсов, если поставить те же моды на классическую версию. В любом случае, теперь некоторые люди будут просто вынуждены разбираться и подбирать настройки заново, чтобы игра стала прежней на их конфигурациях, конечно, если это вообще возможно. И последнее, раз уж разработчики затронули работу DRTX-11 режима, то вероятно некоторые расстроятся, обнаружив, что для него вылезли HBAO+, и не было добавлено поддержки FSR. Вообще, тут стоит отметить, что FSR в целом изначально больше нацелен на работу с DRTX-12 и Vulkan, хотя похоже, что с некоторыми дополнительными усилиями это возможно и с DRTX-11. Например, можно вспомнить God of War, там есть FSR 2. Но учитывая, как была проведена работа по внедрению различных технологий в NextGen патч, возможно оно и к лучшему. Ладно, что же в итоге? А получается, что сейчас однозначно не самое лучшее время для того, чтобы начать играть в эту игру. NextGen обновление, как ни посмотри, очевидно нуждается в доработке, поэтому лучше дать время разработчикам. Названная теперь классическая версия игры до патча никуда не денется, поэтому нет причин, если вы, скажем, не обращали внимания на игру до этого, внезапно начать это делать сейчас. Тем не менее, NextGen обновление содержит не только исправление, нацеленное на производительность, но и некоторые изменения в балансе и механиках, а также некоторые вещи для повышения удобства, новый квест и другое. А ставить какие-либо моды при первом прохождении игры я вряд ли стану. В общем, из-за всего этого, и даже несмотря на подозрительное потребление ресурсов в CPU, я бы поставил ограничение на 60 кадров и дал шанс этому обновлению. Ну а дальше как пойдет. Ладно, на этом все, всем удачи. Спасибо.